Практическая психология Цитирую фразу своего клиента «Живу как в скафандре, не дышу полной грудью, рассветы не радуют, вкус пищи не чувствую И вроде бы понимаю, что все внешне благополучно, то есть дом полная чаша, в семье все хорошо Но почему эта жизнь, в которой я живу, она не является вот именно той, которую ты ожидал, которую ты строил, в которую ты вкладываешься? Вообще, знакома тема? Тема, конечно, знакомая Я думаю, каждый сталкивался, и я в том числе когда-то в своей жизни Правда, давно и сейчас не позволяю этому случаться Но, конечно, знакомая Есть ли какие-то реальные истории о мужчинах и женщинах, у которых тоже пропадал вкус жизни? Да, такие истории есть Я могу сейчас поделиться женским вариантом, довольно распространенным, и мужским Отлично С какого начнем? Давайте с женского, женщин всегда пропускаем вперед Хорошо, женский вариант Итак, представьте себе ситуацию Раннее утро Резкий звук будильника Пронзает и пространство, и тело Ты просыпаешься и чувствуешь, как снова тебя вырывает из сладкого сна Начинается новый день, но встреча с ним причиняет боль Ведь этот день, день сурка Надо вставать, умываться Ты встаешь, тащишься в ванную Стоишь под душем И это тебя немного приводит в чувство Потом на автомате Идешь готовить завтрак для семьи Потом просыпаются дети, муж Но с мужем не хочется пересекаться, встречаться даже взглядом Потому что его ворчание по утрам, которое было когда-то забавным и милым Сейчас стало раздражать Детская утренняя суета и пустяшные капризы выбивают из равновесия И ты пытаешься сдержаться, но часто это не получается Потом идешь на работу и по пути накатывает чувство вины За окном мелькают одни и те же серые пейзажи и унылые улицы А в голове мелькают одни и те же утренние сцены И ты пытаешься найти объяснение, почему я не могу сдержаться Почему я снова ворчу, почему психую, почему без конца придираюсь к мужу И к детям И к детям, а потом это происходит снова и снова Хочешь это изменить, и бывает так Неделя, ты нормальная мама и жена Две-три, срыв и опять по кругу Чувство вины, бессилие, слезы в душе где-нибудь Пока никто не слышит и не видит Пробуешь, стараешься, ничего не получается За этими размышлениями ты незаметно добралась на работу И заходя в здание, говоришь себе, да ладно Так же очень многих бывает И ничего, живут вполне себе А там на работе, в твоей жизни есть успех Реализованные проекты, зарплата более-менее достойная Коллеги уважают, руководство ценит тебя Как перспективного и вообще ценного сотрудника И все это говорит только внутренний голос Который вот ум, наверное, называется И ты себя убеждаешь изо дня в день Что так-то все нормально, все хорошо Все живы, здоровы Все живы, здоровы, муж есть Дети, чфу-чфу-чфу Здоровые, квартира У кого-то даже машина своя И эти серые пейзажи мелькают из окна собственной машины Но все не радует И никак не понимаешь А что случилось? Как я вообще докатилась до такой жизни? И вроде бы мечтала обо всем об этом, да? Да, но эти мечты не радуют Не радуют Вот мне, например, знакома эта ситуация тоже И я думаю, что многие сейчас, слушая вот эту историю Сказали, да-да, у меня было это в жизни Или да, у меня сейчас именно так и происходит Хорошо, это женская теория Женский вариант Женский вариант Что у мужчин там? А что у мужчин? Ну, как мы знаем, утро у всех начинается одинаково Вот оно раннее Вдруг, неожиданно, резкий звук будильника Пронзает тело, уши, мозг Ты просыпаешься и чувствуешь Как снова тебя вырывает Из сладкого сна этот противный звук Начинается новый день Но он тебя не радует Ведь это рабочий день Надо идти и работать Идет в офис Тебя объясни, зачем я это делаю Ну, объяснение одно Кормить жену Конечно же Ты же себе не можешь позволить не иметь дохода Потому что надо кормить семью, детей Это твоя обязанность И живешь от пятницы до пятницы Ну, я знаю мужчин, которых и суббота, и воскресенье не радует А потому что подспудная мысль, что скоро понедельник Портит все И поэтому уже те деньги, которые зарабатывает мужчина Друзья, бильярд, рыбалка Они уже не компенсируют те затраты и те нервы Которые вот оставляет человек на работе Не чувствуя ни вкуса пищи Ни радости от восходящего солнца И, в общем-то, тоже есть вопрос Как же так я вляпался? Ведь я получил профессию Освоил дело, которое так хотел Да, я встретила женщину Встретила женщину Которую полюбил Построил дом Есть деньги, вроде бы все нормально Но как-то все пресно И все раздражает Вот примерно такой вариант мужского Вариативности, да, могут быть разные В зависимости от мужчины, от возраста Ну и вообще от желаний, которые у тебя были в этой жизни Хорошо, Оля Все так уже описали Прямо так подробно-подробно Что является причиной Вот как человек доходит до этого состояния Что меня не радует ничего Что происходит в моей жизни Ну вообще причин я вижу две Первая причина, она может быть физиологическая А вторая психологическая Будем ли мы говорить о физиологической причине? Давайте каратенечко все равно расскажем Каратенечко Потому что физика у нас Мы живем в нашем теле Вот, например, банальная нехватка витаминов Особенно витамина С Отсутствие активности физической Бывают там зажимы В позвонках зажимы сосудов И все это влияет на состояние Вот этой депрессии, апатии Отсутствие сил Вот если исключить физические, физиологические моменты То есть подпитать себя витаминчиком С И не только витаминчиком Вообще микроэлементами, которые необходимы Питание, нормальный сон Нормальный Активность физическая Зал, прогулки, велосипед Что угодно То остаются психологические причины Вот мы о них сегодня и поговорим Хорошо, тогда более подробно Итак, психологические причины Ну, это тогда, назовем так, низкий уровень витальности Витальность – это энергия Ее наличие Вот есть люди, у которых ее так много, этой энергии Да, что она бьет ключом и все чаще по голове Ну, бывает и такое Да, бывает и такое Да, что кажется Ну, вот слушай, такая батарейка Такой зажигательный человек Что он свои все дела переделывает, еще и тебя Тебя еще заставит, тебе еще цели нарежет Да Вот таких бы почаще, да? Таких бы почаще Так вот, когда энергия есть внутри То энергия, она находит сама путь реализации Или в работе, или в творчестве В новых идеях Может быть, в играх В спортивных мероприятиях То есть энергия… Или в конкуренции, да? В бизнесе Конечно Когда есть энергия, она всегда знает свой выход А вот когда энергии нету Вот тогда уже нужно задаться вопросом А куда она исчезла? На что она вообще тратится? Есть такая шутка, знаете Говорят, он уже устал при рождении Да, ну вот есть такие люди, да Которые вот с низкой витальности Правильно я понимаю? Да, они как будто вот действительно вот родились И они уже устали Вот они как бы все делают Ну это мы с вами понимаем, да Что это еще и тема Все, слово забыла Холерик, флегматик Темпераменты, конечно же С одной стороны, эта тема темперамента Могла бы внешне казаться А с другой стороны, все-таки Если пониженный уровень энергии И человек действительно в апатии И он не просто медленно делает А он ничего не хочет делать То надо подумать, куда энергия девается И самое На что уходит На что уходит И самый важный тот момент Как правило, энергия Она уходит на обработку Таких жизненных стрессов И ситуаций, которые не завершились Ну да, все, что не завершено Все отнимает у нас очень много времени И энергии А если не завершились какие-то стрессовые Шокирующие события в жизни человека То, конечно, энергия, она вся уходит туда То есть, вот смотрите Я, например, прихожу к психотерапевту И говорю Вот, не знаю Я такой активный человек Но вот что-то в моей жизни произошло Что я не могу себя заставить Как говорится, двигаться дальше Жить полной грудью И вот тут, наверное, психотерапевт говорит Давайте мы с вами посмотрим А какие незавершенные дела В вашей жизни есть Ну, психотерапевт, наверное, спрашивает Что случилось у вас в последнее время А последнее время Это год 3-5 А может быть, это даже и А когда у вас появилось Это состояние усталости Когда вы ничего не хотите Кто-то говорит Вот неожиданно неделю назад Или кто-то говорит Но я так уже живу Примерно около года С прошлого, например, октября То есть мы все равно Начинаем разгребать прошлое, да? Все равно задаются эти вопросы Потому что надо узнать Когда это началось Что за событие произошло Может быть, действительно Какое-то травмирующее Шокирующее С чем человек не справился Не прожил А энергия Как мы знаем Она требует выхода А если выхода не было И пошло подавление То энергия Она начинает внутри Разрушать человека Она все равно ищет варианты А как ей реализоваться Потому что, ну, законы физики Их никто не отменял И психики тоже, да? И психики тоже Поэтому энергия может уходить На незавершенные Шокирующие Психологически Травмирующие События прошлого И как только Причем События были давно А впечатление Об этих событиях Оно никуда не делось Оно сидит внутри Так вот, если Найти те события И посмотреть на них По-другому То есть это пройти Определенную терапию С хорошим Квалифицированным Специалистом Тогда энергия На это не будет уходить Энергия будет оставаться В настоящем моменте И она будет даже накапливаться Она будет высвобождаться А потом накапливаться И как только Уровень энергии Будет больше, чем нужно Хотя бы с маленьким Избытком Вот тогда появляется Сначала состояние Спокойствия Приятного Спокойствия А потом появляется Состояние радости От всего того Что ты делаешь В этой жизни Да Потому что энергия Больше не тратится Она накапливается Даже с избытком И тогда хочется Делать дела Тогда приходят Новые Интересные Нестандартные Идеи Как решить Тот или иной вопрос В жизни проблемный Как, например Усилить что-то Хоть в бизнесе Хоть в отношениях Хоть в здоровье Без разницы Желание развиваться Желание развиваться Приходит И как говорят Что начинаешь делать Вкладывать энергию Раз она у тебя есть Энергия начинает Потом возвращаться И это чувство радости Оно получается Идет по кругу Ты отдаешь И получаешь И отдаешь И получаешь И что туда происходит Радость Силы жизни Удовольствие Поэтому Надо просто понять А что тебя вдохновляет Что радует И делать это для себя Хотя бы хоть как-то Справиться С состоянием усталости Вот смотрите Прямо сейчас Готовилась к программе Выписала для себя Жизнь дана нам Для того Чтобы творить Радоваться И праздновать Вот мне вот эти слова Прямо ласкают И слух И радует сердце Потому что Вот это моя позиция Я так же считаю Я считаю Что да Действительно Мы для того И живем Чтобы творить Да У нас столько проектов Столько возможностей Вот именно Творческую энергию свою Да Раскрыть себя Как потенциал Радоваться Радоваться каждому дню Но и праздновать Потому что мы как-то Знаете Вот иногда бывает Что-то сделаем Да Ну что достойно Например Даже просто Того Чтобы себя Похвалить Да А мы забываем Об этом И забываем Поделиться Этой радостью Вот этим праздником Да С людьми Которые были рядом Жадничим Да Которые были рядом В этом процессе В творческом Которые могут Так же искренне Порадоваться И отпраздновать Да Вы знаете Мы действительно Привыкли делиться Своими проблемами Вот как бывает Позвонишь Подружке Поделишься Какой-нибудь Болью своей Я всегда звоню И потом делюсь радостью Знаешь Вот у меня в этом вопросе Все хорошо Спасибо тебе большое Очень многие Я не знаю Делают ли люди так Вы так делаете Да Потому что радость Она тоже заразительна Правильно Конечно Хорошо Давайте еще немного Оля О причинах О причинах поговорим Да О причинах Когда вот апатия Депрессия Лень Или о причинах Когда ты вдруг Перестаешь чувствовать Вкус Жизни Да Ну вот Иногда люди говорят Я перестал чувствовать Даже вкус еды Вот если Обратиться К простому примеру Который знаком Абсолютно всем Отлежал руку Например Или отсидел ногу В неудобной позе И она же перестает Потом чувствовать Почему Механизм же простой Мы это понимаем То есть Мы поднадавили Кровь перестала поступать В нормальном режиме И в нужных пропорциях В нужных объемах Ткани стали реагировать У них голод И они перестали Чувствовать так остро Понятный пример Понятный пример То же самое происходит С нашими чувствами Когда мы где-то поднадавили Поднажали И заблокировали Это может быть все что угодно Это может быть кризисная ситуация Это может быть стресс Это может быть какая-то ситуация Которая Необычная для твоей жизни Да даже она может быть Очень привычная Ну вот например На работе Руководитель Подвержен настроению И когда он приходит Весь в настроении Не в том То все сразу же Это знают Внутренне сжимаются И напрягаются И этот страх Он же никуда не девается И сказать Руководителю об этом Ну как ты об этом скажешь Мы не умеем Отстаивать Эффективно И конструктивно Свои границы Вот в таких ситуациях Да Но сейчас не об этом Но тем не менее Поднадавил Нельзя потому что Ничего сказать Или на тебя Начальник наорал В таком состоянии А ты ответить Ничего не можешь А энергия Внутри поднялась Никуда не вышла И подавилась Для того чтобы выжить Например на работе В такой ситуации Да То мы подавляем 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 То есть вот надавили Как на ногу В итоге перестаем чувствовать И чувствительность Началась снижаться А потом теряться И мы стали нечувствительны К таким посылам извне Для того чтобы просто выжить Это не значит Что мы не чувствуем И внутри ничего не протекает Ведь кровь у нас по ноге Все равно течет Конечно же Мы все чувствуем То же самое с эмоциями То же самое с эмоциями Вот еще Все-таки тема у нас Что делать Если я перестал Чувствовать вкус жизни Да Вот слово чувствовать Получается что Нужно быть постоянно В контакте С самим собой Да Нужно быть честным Нужно быть с собой Искренним Это самое кстати Мне кажется сложное Но это то что спасает Быть на связи с собой Признавать свои чувства Хотя бы таким способом Внутри себя Да Я сейчас очень сильно злюсь И мне от этого Очень больно Хотя бы внутри себя сказать Если ты даже вслух Не можешь это озвучить Это уже меняет ситуацию Давайте сейчас попробуем Уля Такие коротенечко Прямо маркеры Да С точки зрения психологии Которые у нас появляются И мы понимаем Что все Пора пересмотреть Свою позицию По отношению к себе Да То есть вот что Это внутреннее напряжение Внутреннее напряжение Причем постоянное Постоянное Физическое напряжение То есть мы отслеживаем Тему тела Да Мы иногда уже настолько привыкаем Что не чувствуем Но наступает иногда Такой момент Что А вот тело Будь то вот Деревянное Или железное И ты ложишься вроде бы спать Приняв до этого Горячий душ Но тебя это не расслабило Ты прямо чувствуешь Тело Действительно Каменное Когда появляется раздражение Даже по пустякам Вот вроде бы ничего не произошло А ты реагируешь Через чур Остро Через чур Эмоционально На пустяк Обидчивость появляется Слезливость появляется Отсутствие аппетита Отсутствие аппетита Из таких вот Симптомов Соматических Телесных Даже может появиться Раздражение на яркий свет И на звуки Очень часто женщины Например Жалуются Говорят Что болит Как будто в области сердца Да Совершенно верно Потому что область сердца Сердечный наш центр Это Наши чувства И если эти чувства Подавляются Они не выходят Они начинают Из себя все время сигналить Все время сигналить И мы начинаем чувствовать Болит Тут Да И еще часто Перед тем Как потеряем Теряем вкус Ощущение Вкуса жизни Бывают такие моменты Как например Вдруг человек Начинает часто болеть Да То есть как бы Тело дает знать Врачи смотрят Анализы все хорошие Вроде бы внешне Все нормально Почему человек Так часто Стал ходить К врачу Обращаться Бывают простуды Непроходящие Действительно Это правда так И причин нету Особо Вот такие примерно Маркеры Которые говорят нам О том Что что-то Нужно менять В своей жизни Или пересмотреть Отношение К себе Или позиции Которую вы В жизненную Занимаете Да Да Своё поведение Может быть В чём-то Своей реакции И так человек Это осознал Человек понимает Да Вот я сейчас Опять-таки Пример Прямо приведу Пример Был из моей жизни Когда ты мама У тебя маленькие дети Да И ты понимаешь Что вроде бы Ты всё Всё вот в этой семье Вот в детях В мужах Где-то там конечно Ещё и работа у тебя Да Есть Но ты садишься за стол И понимаешь Что вот я сейчас Там пью ароматный кофе Да Но я Не получаю от этого Наслаждения Или там например Я ем какое-то блюдо И я не чувствую Его вкус Да То есть вот Женщина Она может Вот с такими ситуациями Встречаться например Во время беременности Там да Когда она вся Вот именно застряла В детях Там в семье Вот это тоже Кто-то говорит Ну да ладно Пройдёт Это временно Да Но не стоит отмахиваться От самого себя Не стоит абсолютно То есть вот тело Оно же Всё равно тебе подсказывает Более того Надо к нему Действительно прислушиваться Ещё Вот такой момент бывает Что до того Как женщина становится мамой У неё бывает Определённый стиль жизни Да И мы например Вообще привыкли Что если я не могу То я ещё немножечко могу А когда появляются дети Этот принцип уже вообще Не проходит И ты потом Очень дорого платишь Потому что Когда ты вдруг Себя чувствуешь плохо А у тебя маленький ребёнок Или двое маленьких детей Которые требуют внимания А у тебя нету сил То ты через силу встаёшь И что-то делаешь Поэтому принцип старый В новой жизни не проходит И очень важно Правда Слушать Свою интуицию Своё тело Которое подсказывает Что нужно делать Итак, Оля Давайте тогда разберёмся Что делать человеку Который оказался В подобной ситуации Прямо вот Прямо пошагово Вот мы сейчас С вами описали Эти ситуации Мы проговорили О маркерах Да То есть как бы Да, действительно Кто-то говорит У меня это всё присутствует Итак, как мне выйти Из этой ситуации На другой уровень Почувствовать себя Да И вновь ощутить Вкус этой самой жизни Ну, во-первых Очень важно Даже в такой ситуации Когда ты потерял вкус И бывает Ты даже не знаешь Чего хочешь Или очень хочешь хотеть Но не можешь То есть, кстати Нужно представить Себя В новой жизни Вот оно уже произошло Вернулся вкус жизни Вернулась бодрость Вернулась энергия Всё негативное ушло А какой ты? Или какая ты? Как ты выглядишь? Как ты себя чувствуешь? Как ты общаешься? Как окружение твоё Хоть дома Хоть на улице Хоть на работе На тебя реагирует То есть, какая твоя жизнь Будет другая И очень важно Момент Как ты себя Именно чувствуешь Потому что Это будет Самый важный критерий Когда твоё желание Исполнится Ты будешь понимать Да, точно Я пришёл К тому К чему хотел То есть, это первое С чего нужно начать Это я так думаю То есть, это Это игра воображения Сначала позволить Себе помечтать Да Вот меня сейчас Не устраивает То, что я хожу Туфли у меня Не на каблуках Потому что мне Сейчас так удобно Но я бы хотела Всю жизнь Ходить на шпильках Я хотела бы Чтобы у меня Волосы Были такие Ощущение такое Чтобы я когда заходила Куда-то там В коллектив Чтобы мне На меня смотрели так-то Реагировали так-то Да, совершенно верно Если, например, про мужчин Вообще, мужчинам же Очень важно Чтобы они не просто Ходили на работу Или делали своё дело И зарабатывали деньги Мужчине очень важна Тема самореализации Не меньше, чем женщине Конечно Поэтому Тут можно помечтать Если сейчас Это кажется даже нереальным А какую бы я хотел Свою работу Своё дело Вот О котором я мечтаю Ещё плюсом к этому Зарабатывать бы достойно На своём любимом деле И помечтать Как я себя буду чувствовать Как я буду выглядеть Какая моя будет энергия внутри Как я буду общаться Дома, в семье Как там всё будет С детьми С супругой Вот как изменится Даже там всё Как мы будем проводить время Вместе, не вместе Вот это надо всё представить Мне кажется, с мужчинами Тут сложнее Потому что у них С воображением Не всегда бывает Вот так живо И ярко Как у этого женщин Но я не хочу сейчас Обидеть мужчин Просто представляю Которые вот сейчас нас слушают Они скажут Ну вот тут две сказочницы Собрались Ну на самом деле Ответьте мне на вопрос А как тогда прийти Приплыть к цели Если ты не знаешь Куда ты плывёшь Если ты не знаешь Как эта цель выглядит Конечно И мужчины на самом деле Очень творческие Просто их творчество Совсем по-другому выражается Потому что в бизнесе Без творчества Невозможно Если ты специалист Который вот Ну что-то руками делает Если у тебя голова Плохо работает То ты ничего не сможешь сделать Мужчины согласятся Поэтому всё начинается С того Что ты хочешь И как ты себя В этом будешь чувствовать Но такой момент Иногда бывает Настолько тяжёлое состояние Что даже это не охота Вот возникает вопрос Неужели всё потеряно? Вот сразу же хочется Прямо из жизни опять Некоторые записи делала Приносит ли счастье Мне тот образ жизни Которым я сейчас живу? Вот задаёшь себе Этот человек Задает себе этот вопрос И там отвечает Да или нет Приносит мне это состояние счастья Или нет? Кто-то говорит Так о каком вы счастье Вообще говорите? Действительно Я никогда ещё Я вообще никогда Не был счастлив Мне там 45 лет Но я ещё ни разу Не был счастлив Для этого Я всегда предлагаю Давайте попробуем Сложить формулу счастья Вот что, Оля Для вас является формулой счастья? Для меня формула счастья Ну хотя бы вот таких Пять составляющих, да? Ну сначала здоровье Потому что когда нет здоровья Тогда точно ничего не охота Здоровья Следовательно, мы что с вами? Записываем формулу здоровья И понимаем, чтобы быть счастливым Я должен в это здоровье Каким-то образом Что-то вложить Вложить Да, действительно Потом, конечно же Любимое дело Где вот я прямо реализую Весь свой, не знаю Всё своё творчество Всю саму себя Я уже точно знаю Что нелюбимым делом Я заниматься Я сделаю всё Чтобы им не заниматься То есть это любимое дело То есть следовательно Мы сейчас понимаем Вы должны уже к своим годам Вот когда Если вы сейчас разбираетесь Да, ситуацию Уже чётко понимать А что для меня Является любимым делом Да Потому что ведь есть люди Которые только к 30, 40 и к 50 годам Определяются Вот что Вот это моё любимое дело Мне кажется Ещё, может быть, в 30 Это ещё простительно Когда ты не знаешь Своего предназначения То есть Та профессия В которой ты реализуешь Свой вот Дар Который Боженька тебе дал Можно слово такое употреблять? Конечно, употребляйте Нормально, хорошо Но вот Когда тебе уже ближе к 40 Ты уже обязан просто Но ты этого не знаешь Хочу сказать, что это большие проблемы Большие проблемы И надо бы точно знать В какой профессии В каком деле Ты будешь счастлив И эффективен Одновременно Но мы же с вами знаем историю Некоторые люди И в 50, и в 70 Находят своё предназначение То есть никогда не поздно Это большое счастье Никогда не поздно То есть если вы об этом задумывались И вам далеко за 30 Значит, самое время и пришло Причём, если вы вокруг посмотрите То я уверена, что вы сможете найти Много-много примеров Когда люди занимаются Любимым делом Хорошо зарабатывают Во многих случаях Это является критерием Ещё и эффективности Хотя не единственным И живут себе счастливо И в семье И здоровы И всё у них замечательно И когда-то они рискнули И встали на свой путь На свой собственный путь На свой собственный Про это мы тоже поговорим Итак, я услышала здоровье Услышала любить Любимое занятие Самореализация в профессии Ну и любить И быть любимой То есть это чисто Вот, не знаю Человеческое Мы вот сейчас, смотрите Такое лёгкое упражнение сделали В эфире Поэтому вы тоже попробуйте Это я обращаюсь К нашим слушателям Попробуйте для себя Вывести вот эту формулу счастья На которую вы будете опираться Я понимаю, что если я здорова Вот я для себя написала Здоровье, оптимизм, развитие Люблю и любимое И живу в достатке Вот, ну, по крайней мере Вот этот минимальный набор Который меня устраивает Когда я понимаю, что Да, это нормальная Для меня формула счастья Меня это устраивает И причём все происходящие трудности Которые не случаются Они уже не так влияют На уровень счастья Да? Действительно Итак, мы понимаем Своё предназначение Мы понимаем, что надо Значит, поднимаем уровень энергии Да? Мы понимаем, что надо Менять ситуацию Двигаться дальше Выбирать путь Вот есть такая фраза Не бойтесь начать новый поиск Своего пути Причём в любом возрасте Да? Если вы понимаете, что что-то происходит И вас не устраивает эта ситуация То встаём и делаем При этом, не знаю Новая жизнь непременно сделает Сделает ли нас с вами счастливыми Да? Но поскольку счастье всегда зависит Не от пути, которого мы выбираем А от человека, идущего по этому пути Точно Да? Поэтому давайте мы с вами Если идём к вкусу жизни Если его выбираем То все вопросы задаём Прежде всего себе Конечно А не окружающим нас людям Правильно я понимаю? Это же соблазн такой Что вот Вроде бы Я выбрал профессию Выбрал дело И я так упорно трудился Карьера Уважение Деньги И всё Семья есть Всё хорошо И вдруг это перестаёт радовать Как это? От этого же так трудно отказаться Кажется, что неужели я ошибся Или ошиблась Нет, вы не ошиблись Просто тогда вам было 20 А сейчас, может быть, 40 И задачи в 40 лет совсем другие И возможности открываются Так для того, чтобы обрести счастье В 30 или в 40 или в 50 Надо перестать делать то, что вы делали в 20 или в 30 Итак, мы продолжаем программу практической психологии В студии практикующая семейный психолог Надежда Бушмелева А также у меня в гостях сегодня психолог-психотерапевта Ольга Счастливцева И мы говорим на тему, что делать, если перестали чувствовать вкус жизни Мы уже рассмотрели причины Мы уже рассмотрели Какие вопросы нужно себе задавать Что необходимо делать для того, чтобы найти вот эту формулу счастья И вновь ощутить вкус жизни Но вот, Оля, что бы мы ни делали Нас всё равно возвращает жизнь к состоянию здесь и сейчас Как называют это гештальтисты Нужно жить, не откладывая жизнь на потом Что необходимо человеку сделать для того, чтобы научиться жить вот таким образом Что необходимо сделать Вопрос такой, не самый простой, на мой взгляд Знаете, вот говоришь слово «счастье» И вот в этом слое «счастье» и зашифрован ответ «Счастье», то есть «сей час», научиться жить здесь и сейчас То есть научиться довольствоваться и радоваться тому, что есть И как говорят мудрецы, что человек может быть счастливым, но при этом не вполне довольным Что это означает? То есть он счастлив, что он жив, здоров Что он видит восход солнца и неба Он счастлив, что сейчас у него есть тот дом, в котором он живёт И неважно, какой он Он счастлив тем, что он может кушать и ходить А некоторые, например, ведь не могут этого делать самостоятельно И он осознаёт те блага и те дары, которые жизнь ему предоставила То есть, а у нас как бывает часто, да? Мы, как, да, часто... Вот у меня ещё нет машины У меня ещё нет мужа У меня ребёнок вот ещё не поступил, а вдруг он не поступит И мы всё время живём будущим и тем, что... На которое мы, в принципе, не влияем, да? На которое мы, по большому счёту, правда не влияем Влияем только на то, что находится здесь, сейчас, в данный момент Поэтому для того, чтобы научиться жить счастливо Мне кажется, это такая мудрость и работа над собой довольно трудна Я по себе это говорю, потому что Когда происходят какие-то трудности и события, на которые ты не рассчитывал Более того, они настолько неожиданные и даже вот в шоке Господи, как так вот, как? Почему это случилось со мной? Почему случилось и ощущение даже есть беззащитности какой-то А потом надо вот остановиться, посмотреть, что у меня есть Потому что, боже, я счастливая женщина, я счастливый человек И всё становится на свои места Ну при этом, наверное, всегда стоит, да? А при этом всегда ещё, конечно, я задаю вопросы Что я могу сделать прямо сейчас, находясь даже в состоянии депрессии и страха Для того, чтобы прийти к тому, чего я хочу Лично я всегда знаю, чего я хочу Ну, это вы счастливый человек Ну, фамилия обязывает, видимо, она и поддерживает меня И не даёт шансов Да, 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 действительно Ни шага счастливцева, действительно А если же мы не являемся обладателями такой фамилии, да? Ничего страшного Ничего страшного Нам, следовательно, нужно, наверное Я всегда, по крайней мере, у меня это работает Да, у нас программа «Практическая психология» Делимся практическими рекомендациями Я всегда понимаю чётко, какие у меня есть сильные стороны Да? Если рассматриваю ситуацию, то я не обесцениваю, что, например, у меня есть то-то, то-то, то-то Я благодарю Вселенную за это, да, и прежде всего себя Потому что к определённому возрасту кто-то это имеет, кто-то этого не имеет Да, образно И это не обязательно материальное благо Конечно Это, например, какие-то твои качества, да? Да, да Психологические, которые тебе позволяют опираться на себя саму Или на себя самого, да? Вне зависимости от пола Поэтому вот это мы никогда не обесцениваем Всегда осознаём, хвалим себя за это, да? И думаем о том, а как двигаться дальше Да Никогда не пускаем ситуации, тему на самотёк Вы знаете, абсолютно Или же наоборот Некоторые говорят, а, расслабьтесь, само всё придёт Ну, с одной стороны, расслабиться точно надо Потому что от того, что ты будешь напрягаться Вот, например, взять историю с экзаменами, да? Родители же переживают, мамы переживают, да? Поступит, не поступит Вот какая, что изменит, если вы напрягаетесь на эту тему Ведь от того, что вы напряжены и всё время думаете об этом Ситуация никак не изменится Может быть, даже ухудшится, потому что дети чувствуют А если вы будете жить и быть в доверии Что сложится самым наилучшим образом Тогда ситуация, может быть, и действительно сложится так, как вы мечтаете И вот есть ещё такая метафора Про погоду Ну, метафора про нашу жизнь, конечно Да, особенно про нашу погоду Да Вот бывает на небе солнце Но оно бывает бесконечно палящим И просто лишающим сил жизни Жажда, тяжело Бывает так, что на небе тучи И идёт дождь Слякоть промозгло А бывает, что дует очень сильный ветер И если ждать подходящей погоды Можно никогда не сдвинуться с места А если в этот момент задаться вопросом Что я могу сейчас сделать Что мне позволит хоть пару шажочков сделать Даже в такую погоду Вот тогда точно будет результат И тогда точно и вкус жизни появится И энергия появится И силы Ведь силы они появляются от преодоления Круто, я справилась Я молодец Я смогла Отлично Вот ещё, наверное, в завершение программы Хотелось бы узнать Может быть, пару-тройку приёмов Или таких Пусть это, наверное, игра Как мы сейчас, например, с вами Говорили про упражнение «Моя формула счастья» Что-то такое Рекомендуйте нашим слушателям Программы «Практическая психология» Чтобы почувствовать энергию Чтобы почувствовать вкус жизни Вкус жизни Да Ну, я, наверное, просто поделюсь Что помогает мне Не думаю, что мы все сильно разные Мы же все человеки А вдруг кому-то и поможет Вы знаете Всё-таки надо вспомнить А что меня радует Что меня наполняет И вдохновляет Вот, например Прогулка Она всегда наполняет А если это прогулка Ещё в парке И в месте силы Как говорится Ну, это то место Которое вам просто очень нравится Что я делаю? Я просто себя вытаскиваю Из четырёх стен Силой Из четырёх стен Даже когда я себя, например Плохо чувствую И заставляю себя идти гулять А потом я счастлива Какая я молодец Я чувствую себя хорошо Я, например, люблю хорошие фильмы Я люблю, например, очень вкусный, ароматный чай или кофе И я люблю их попить в кафе И я себе это позволяю сделать Потому что это немножечко меня наполняет И немножечко придает сил И чем больше в копилочку своей души складываешь Тем больше сил становится Отлично Вот я сейчас прямо даже Вы говорите про парк Я понимаю, что иногда бывает просто босиком Пройтись по зелёной траве По лужайке Или выбраться куда-то за город Развести костёр Вот такие мелочи И даже если вы идёте просто в парке Гуляете И моросит дождь Можно от этого не получать удовольствие А можно, наоборот, это своё лицо Подставить вот этому моросящему дождю и наслаждаться Можно Вот вкус возвращается к жизни Вкус к жизни возвращается, мне кажется, как раз Начиная с таких мелочей Когда ты Вот вы замечали Например, я люблю смотреть на стариков Старушек, которые сидят, зажмурившись И наслаждаются, как греет солнце Мне кажется, это вообще потрясающее состояние Потому что они понимают, что каждый луч солнца Да Ну вообще Всё имеет цену Да И всё рано или поздно может закончиться И они уже умеют наслаждаться Все пустяки Им ни квартиры, ни машины Самое ценное Вот как в одной передаче услышала от одного актёра Что ничто уже не важно И ты понимаешь, что самое ценное Это хлеб, соль, солнце, семья рядом А всё остальное – это мишура И, по сути говоря, к чему мы сейчас пришли В заключении программы Начали с того, что мы блокируем эмоции И потом перестаём вроде бы их чувствовать Наступает состояние бесчувственности А для того, чтобы вернуть себе вкус жизни Нужно сакцентировать своё внимание Как падает капелька на твоё лицо Как пригревает солнце Или как ты продрог от этого ветра И ты возвращаешь И можешь согреться, зайдя, например, куда-то В кафе попить И ты вдыхаешь аромат Или окунуться в объятия любимого человека Действительно Который с утра ворчал, но к вечеру перестал ворчать К вечеру перестал И это ворчание снова становится милым То есть мы просто что делаем? Мы усиленно возвращаем внимание к мелочам И они возвращают и вкус, и чувствительность Отлично, спасибо большое, Оля За сегодняшнюю интересную программу У нас программа «Практическая психология» В гостях была Ольга Счастливцева Ну а тема была Что делать, если перестали чувствовать вкус жизни Я же, Надежда Бушмелева, желаю всем вам Ощущать полной грудью этот вкус жизни Всего самого хорошего, до свидания До свидания Практическая психология